Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Я и Захар Федоров приветствуем вас на канале Процветок. Сегодня мы вам расскажем об одном очень простом, но очень эффективном стимуляторе роста и развития растений, очень полезный для растений, повышающий фитиммунитет, улучшающий образование плодов, повышающий урожай, повышающий декоративность растений и выполняющий ряд всевозможных полезных функций для садовых и огородных растений. Существует много стандартных препаратов, в состав которых входят различные хвойные растения. Это могут быть экстракты ели, это могут быть экстракты зеленой массы сосны, есть какие-то экстракты, содержащие смеси возможных хвойных растений, там кедров, сосен сибирских и несибирских каких-то еще. Есть масса препаратов на основе лиственниц. На самом деле у всех у них одно действующее начало. Это флавоноиды хвои. Хвоя зеленая содержит в достаточно высоких дозах всевозможные флавоноидные соединения и комплексы этих соединений. Одно из таких соединений это кверцицин и его различные производные, входящие в состав этих фитостимулирующих препаратов. Информации об этих препаратах очень много, поэтому как он действует, на что он действует и чем он ценен, вы можете найти и в интернете. Ну и препарат NV101 в том числе входит в группу этих препаратов. Приготовить его совершенно несложно. Единственное, что я бы просил не как бы уничтожать натуральные насаждения в каких-то больших количествах. Ну веточка 2 вполне будет достаточно для приготовления препарата на целый сезон. Очень хорошо использовать ель, которая у вас остается после Нового года, если только, конечно, вы не доводите ее до состояния сухаря, то есть не высушиваете абсолютно полностью. Для того, чтобы приготовить препарат, нам понадобится зеленая масса ели, сосны. Вот мы, например, тую тут уже обрезали, поэтому нам понадобится и туя. Вы также можете использовать можжевельник, вы также можете использовать другие хвойные растения, в том числе лиственницу, какой-то опад или на местах рубок можете собирать, если вы где-то живете рядом с лесом и там лес рубится, соответственно, такой хвои у вас много. Приготовить препарат совершенно несложно. Значит, берется хвойная масса зеленая и нарезается небольшими кусочками, измельчается, наполняется вот такая литровая банка. Банка наполняется очень плотно. После того, как вы наполнили банку эту полностью, вам нужно взять водку. Почему не воду и почему не спирт? Дело в том, что часть полезных компонентов экстрагируется спиртом, а часть полезных компонентов экстрагируется водой. И поэтому водка как раз в этом случае будет наиболее оптимальным растворителем для приготовления нашего роста стимулятора и извлечения биологически активных веществ. Ну, у меня на самом деле не водка, у меня тут кое-что покрепче, ну, в общем, что тоже очень хорошо сюда подходит. Значит, после того, как вы нарезали полную банку, соответственно, вы ее полностью-полностью-полностью заливаете вот этим продуктом до конца. Вы ее закупориваете герметично для того, чтобы спирт оттуда не испарялся. Периодически взбалтываете. Экстракция идет примерно месяц отсюда, поэтому заготавливать его нужно заранее. Поэтому я говорю, что вот новогодние елки, можешь наполнять туда, резать, резать, резать. Новогодние елки как раз являются очень таким хорошим источником подобного рода веществ. Это бережно к природе и безотходно, и, соответственно, какая-то польза. Храниться такой препарат может очень и очень долго. Как его использовать? Вот поскольку, конечно, видовой состав хвойных растений и количество, оно будет непостоянное, оно будет отличаться у разных людей, то о постоянстве этого состава, конечно, не может быть и речи. Поэтому мы какие-то вещества будем брать с избытком немножко больше, чем если бы мы использовали какие-то стандартизированные препараты. Ну, у меня есть надежда, что если такие препараты готовятся в промышленных условиях, то там измеряется содержание какого-то активного начала, соответственно, они более-менее стандартизированы по содержанию этих веществ. Мы, конечно, этого сделать не можем. Как правило, одна полная столовая ложка на ведро воды является совершенно достаточной концентрацией для использования для всех целей в саду и огороде. Напомню, что, конечно, молодые растения, для того, чтобы они хорошо приживались, для того, чтобы они не болели, это томат, перец, огурец и так далее, очень-очень отзывчивы. До начала цветения, во время цветения и после цветения, очень отзывчивы плодовые кустарники и деревья. Декоративное растение отзывчиво на этот препарат весь сезон. На самом деле, и в другое время тоже можно использовать этот препарат. Он не является ни токсичным, ни для животных, ни для растений, ни для человека. Правда, с животными я чуть-чуть погорячился. Есть множество сведений и публикаций, причем подтвержденные полевыми исследованиями. А на самом деле, о том, что паутинный клещ гибнет от экстрактов различных растений, это и пижма, и ромашка, и полынь, и так далее, известно очень много. Но, к сожалению, это все хорошо известно на уровне лабораторных исследований. А в полевых условиях, когда испытания проходят, к сожалению, эти препараты показывают свою неэффективность. Так вот, вот такие вот препараты хвойных растений, спиртовое, такое водно-спиртовое извлечение, показывают свою очень большую эффективность при борьбе с паутинным клещом. Единственное, что такими препаратами надо обрабатывать не реже, чем раз в 5-7 дней растения. Эффективность таких препаратов достигает 80%, а в благоприятных условиях, когда растение находится в каком-то очень хорошем агротехнологическом состоянии, то есть им хватает удобрений, им хватает микроэлементов, всего эффективность достигает и 100%. Также имеются публикации, в которых показано, что совмещение вот такого препарата, 1 столовая ложка примерно на ведро воды, с бетокси-бацилином, искореняют паутиного клеща очень эффективно и надолго. Только надо помнить, что обработки надо делать не меньше 4-5 обработок, систематически хотя бы раз в неделю. Я очень надеюсь, что этот способ вам поможет. Ну и те, кто досмотрел наш выпуск до конца, маленькая изюминка. Тащи изюминку. На самом деле существует очень много растений, спиртоводные извлечения, из которых обладают очень-очень высокой биологической активностью и позитивно влияют на рост, развитие огородных растений. Одним из таких растений является папоротник. В принципе, все папоротники содержат в себе биологически активные вещества для растений. Но вот папоротник орляк обладает такими, ну, просто, можно сказать, уникальными свойствами. Он содержит действительно огромное количество полезных веществ. Поэтому небольшое количество, буквально вот столько, буквально достаточно будет для добавления сюда к нашей хвои, для того, чтобы усилить эффект. Ведь биологически активные вещества применяются в очень-очень маленьких дозах. Здесь уместно будет вспомнить слова великого ученого Прянишникова, что никогда недостаток знаний не скомпенсируется избытком удобрений. Поэтому много их не нужно. И они нужны в очень-очень маленьких, почти гомеопатических дозах. Ну, не гомеопатических, конечно, нормальных дозах. Но все-таки эти дозы должны быть очень маленькие. Надеюсь, что в таком небольшом количестве запасы папоротника в лесу не иссякнут. У кого-то на участке папоротник разросся, значит, вы вполне можете использовать его для приготовления такого вот хвойно-папоротникового стимулятора для растений. Ну, добавлю еще, ничего страшного. Чуть больше папоротника будет. Что ж, на этом я с вами прощаю. Задавайте свои вопросы. Всего хорошего.